О подвигах жителей села Орудьево знают пользователи всех местных интернет-сообществ. Эти мужчины и женщины самостоятельно стали бороться за чистоту и порядок природного объекта родного села. А началось все совсем недавно. Поначалу я вылазил просто со своими сыновьями, пока были вот эти вот у нас коронавирусные проблемы. Мы расчищали там в одном месте бережок, в другом месте, где вот у нас перелив идет, скиммер, чтобы у нас вся эта ряска сходила вместе с водой. Мы там все это дело очистили от кустов и так далее. Параллельно Андрей общался с односельчанами. В какой-то момент мужчина почувствовал, что соседи тоже готовы выйти на плотину. У нас в WhatsApp собралась группа, больше 100 человек. В эту группу, группа называется «Наш двор». Мы уже назвали это как бы нашим волонтерским движением, «Наш двор». И в этой группе мы общаемся между собой, выкладывая информацию по поводу сборов, информацию вообще по нашему селу. Годами накоплены мусор, неблагоустроенная территория, сухие деревья и трава. Все это побудило Андрея начать раскопки плотины. По словам мужчины, в советское время здесь купались все местные жители. Сегодня пока еще опасно. Нерадивые соседи и гости села, прихрюкивая, оставляют за собой сувениры. Фронт работ действительно обширный. Сегодня будем продолжать то, что мы начали делать в прошлую субботу. Это мы окашивали берег, очищали берег от лишних деревьев. Мы все деревья не пилим. Лишние деревья, те, которые у нас лежат в воде или сильно склонились над водой, полусухие и так далее. То есть занимаемся облагораживанием берега. Вместе со взрослыми на плотине трудятся и дети. Они прекрасно понимают важность таких работ. Мы сегодня сюда пришли, чтобы помогать родителям убираться и чтобы на плотине было чисто. Ну, чтобы всех это выгадывало. Было чисто, купались. После того, как герои нашего двора облагородят этот край плотины, они начнут расчищать противоположный берег. Сельчане уверены, что к концу лета приведут плотины в порядок. Вместе с тем жители борются и с другими проблемами. Мы надеемся, что Илья Игоревич нам поможет. Он нам обещал, что с 2020 по 2024 год у нас будет проведена реконструкция наших очистных сооружений. И мы надеемся, что это произойдет не в 2024 году, а, может быть, хотя бы в следующем году. Мы понимаем, что надо сначала восстановить город. Город – это основное. И это лето по-настоящему сплотит односельчан. Я надеюсь, что наше волонтерское движение сохранится в дальнейшем, хотя бы на уровне нашего села. Надеюсь, что хотя бы человек 20 у нас будет постоянно присутствовать. В будущем жителям понадобится профессиональная помощь в расчистке дна водоема и правильной утилизации спиленных деревьев.